С древних времен добыча нефти заключалась в ее транспортировке небольшими партиями в бочках и бурдюках. Использование бочек разных размеров доставляло покупателям неудобства при проведении подсчета поставляемых объемов нефти. Сложные условия транспортировки заставили искать новые стандарты тары. Многие задаются вопросом, что такое баррель нефти и сколько он равен в литрах и килограммах. На этот вопрос мы ответим ниже на портале «Бизнес-заработок». Про инвестиции в нефть мы уже рассказывали. Баррель нефти – стандартная единица объема нефти в международной торговле. В США один нефтяной баррель равен 42 галлонам, или 158,988 литра. Слово «баррель» в переводе с английского означает «бочонок» – старинная мера измерения. Причем английский баррель не равен американскому. Следует также учитывать, что нефть разных марок имеет разную плотность. Российская «Юрлс» тяжелее норвежской бренд. В результате для расчета веса одного барреля разной нефти приходится использовать разные значения. Правильные цифры для пересчетов российской нефти такие. Одна тонна – приблизительно 7,28 барреля. Для бренд – 7,59. Нефть марки «Юрлс» по своим качествам уступает бренд, поэтому продается несколько дешевле. В России количество нефти и нефтепродуктов измеряются тоннами. На международном рынке используются объемные единицы – нефтяные баррели. Американский нефтяной баррель – единица измерения объема нефти и нефтепродуктов, равная 158,988 литрам, или 42 галлона. Стоит отличать нефтяной баррель и стандартный баррель, который используется для измерения всех прочих жидкостей, он равен 119,24 литрам, или 31,5 галлоном. И на данный момент используется именно понятие американского барреля как общепринятое. А вот его вес не учитывается, так как нефть разных марок имеет разную и плотность. Для перевода из баррелей в тонны и из тонн в баррели нужно опираться на конкретное значение плотности нефти. В связи с существенным различием в плотностях отечественных и зарубежных марок нефти, коэффициенты перевода также различны. Для нефти Brent. Средняя плотность 826,5 килограмма на кубический метр, 1 баррель равно 0,1314 тонн. 1 тонна равно 7,61 баррель. Для нефти Urals. Средняя плотность 865,5 килограмма на кубический метр, 1 баррель равно 0,1376 тонн. 1 тонн равно 7,28 баррель, что такое БЭЛЭ. Для краткого обозначения нефтяного барреля используют аббревиатуру БЭЛЭ. В слове БЭЛЭ одна буква БИ. Тогда почему в официальном сокращении двойная БИ? Есть легенда, согласно которой БЭЛЭ сокращение словосочетания Blue Barrel – голубой баррель. Именно в такой цвет красила свои бочки с нефтью Standard Oil. В свое время компания занимала лидирующие позиции в отрасли, и потребители привыкли ассоциировать бочку голубого цвета с нефтью. Но информация выше всего лишь легенда. Есть вторая версия, БЭЛЭ стали применять для обозначения множественного числа от ПЛЭ. Данная версия также кажется маловероятной, так как логичнее было бы использовать сокращение БЭЛЭС. Третья версия происхождения двойной буквы БИ сводится к множественному числу, то есть один ПЛЭ, а два или больше уже пишется как два БЭЛЭ. Официальной версии, объясняющей это странное обозначение барреля нефти не существует. Просто нужно знать, стоимость нефти всегда указывается в долларах именно за баррель. Часто в новостях упоминается стоимость нефти именно марки БРЕНД, которая признана как эталонной, хотя эта фирма занимает всего 2% нефтяного рынка. Цена на БРЕНД влияет в том числе на русские сорта нефти, такие как Юрлс и Сайбериан Лайт. Почему цену нефти указывают именно за баррель? Потому что оценивается именно объем нефти. И уже из него, а также зная сорт и условную плотность, можно посчитать, сколько примерно нефтепродуктов можно будет получить с такой единицей объема. Как регулируется цена на нефть? В основном на нее влияет политическая и экономическая договоренности между странами. На конечную стоимость сырой нефти влияют. Объем добычи, ее определяют именно политики, сорт. Политическая ситуация между странами, являющихся основными поставщиками сырой нефти, это прежде всего Россия, США, Иран, ОАИТЭ. Да, в свое время журналистка журнала Bloomberg пыталась купить баррель нефти в розницу и выяснила, что это очень сложно сделать. Баррель нефти это почти 159 литров, и нефть помимо того, что плохо пахнет еще и выделяет токсические вещества, поэтому если хранить ее дома, можно задохнуться. Поэтому ей согласились продать только запечатанную бутылку, и то скорее как сувенир. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.